Приветствую вас. В вашем тексте есть два, на мой взгляд, основных момента. Это первое то, что вы хотите определенности, вы хотите стабильности, вы хотите ясности, достаточно четко и прогнозируйте. Своих отношений, это первое. И второе то, что вы боитесь быть брошены. Менее значимые, но не менее важные моменты, менее определяющие, но не менее значимые моменты, это то, что вы не хотите развиваться, не хотите лично снарасти, духовно расти, в частности. Из-за страха боли. То есть из-за страха впустить у себя какой-то новый опыт. По большому счету, любой новый опыт несет боль, любой новый опыт несет какие-то неприятные ощущения, но по-другому новый опыт и, соответственно, развитие не получит. Это мы должны учитывать. Вот. Соответственно, вы боитесь вас брошат, что вам изменят и прочее, потому что у вас, в первую очередь, занижены эти массы, которые вы не считаете себя достойнее. И отношения в какой-то степени используете графики для доказательства. Для доказательства, для доказывания того, что вы достойны. Для того, что вы важны, значимы и прочее. И не всегда, понятное дело, это получается. Не всегда, понятное дело, в этом выходит что-то хорошее. Далее. У меня нет ощущения, что вы своего мужчину, например, воспринимаете как ценность. Ценность в себе. То есть это ценность для вас. Для того, чтобы себе доказать, к примеру, что вы важны, что вы значимы, что вы нужны, но не ценность в себе. То есть мужчина для вас не является ценность в себе. Это не есть хорошо. Потому что, извините, получается, что вы здесь в какой-то степени зависимы от отношения, от человека, зависимы от мужчин. Дальше. Вы говорите, говорили, что ссорились достаточно много и что мужчины справляются. Правда, потом вы пишите, что вы оба меняетесь. Вот. Но всё же я бы хотел обратить ваше внимание на формулировку, которую вы употребили. Говорят, что мужчина меняет. Вот. Вы считаете, что человек, ну, должен исправляться. Вы считаете, что человек должен меняться. Вот. Это начинает, как правило, что его самого вы не принимаете до конца. А пытаетесь, к примеру, переделать, например, мужчину, пытаетесь переделать под ребят. Под свои, под свои, ну, под свои соображения. Вот. То есть, под тот образ, который вы сами себе, ну, например, простроили. Да. Увидели. Вот. И хотите заполучить. Итак. После кредитов игр ссор парень меняется и справляются. Всё улучшается в отношениях. Ну, да, исправляются. Вы считаете, что он вёл себя неправильно. То, что есть причины, причины, причины у его такого поведения. То, что есть причины у его такого, ну, у его выбора, выбора им, выбора им. Например, кредитов, да, и чего-то такого. Это как-то вот вообще не учитывается. Ладно. На мой взгляд, вам необходимо здесь обратить внимание на то, как вы воспринимаете своего мужчину. Воспринимаете ли вы его всё-таки таким, как он есть? Или хотите, чтобы он был определённым. Хотите, или даже, может быть, требуйте от него, чтобы он был в определённом ключе, чтобы он вёл себя определённым оплатом. Чтобы он действовал определённым оплатом. И так далее. Вот. Дальше. Меня свечи накрывают от страха. Это снова будет боль и предательством. Грубо говоря, грубо говоря, вы переживаете недоверие к своему мужчину. Недоверие связано с тем, что вы боитесь. В прямом смысле этого слова боитесь себе доверять. Ну, не только себе, но и людям, которые рядом с вами. И не доверяя себе вы, на мой взгляд, пытаетесь компенсировать это тем, что пытаетесь, ну, получить это самое доверие от других людей. При том, что, получается, это далеко не всегда. Мягко говоря. Вот. Для этого необходимо учиться доверять, в первую очередь, само себе, доверять своим чувствам, доверять своим эмоциям, доверять своим ощущениям, своим ценностям и переживатым. Тогда не придётся тратить время на то, чтобы тратить время и энергию, а также психологические ресурсы на то, чтобы мучиться от недоверия другим людям. Потому что другие люди, человеческий фактор, не является надёжным. Сегодня человек один, завтра человек другой. И, вообще, выдает мнение, что люди каждый день различны. Вот. На. Мы, мы ещё сейчас не будем в эту тему публично вдаваться, да. Вот. Ну, если у вас есть желание, то обсудить это можно. Дальше. как знать, сможем ли мы построить семью, как оба хотим. Вот здесь проявляется ваша потребность в семье защищённости. И потребность в семье, конечно же тоже, но здесь в потребности в семье точно так же выступает отрибутом защищённости, как и в целом ваше поведение. Смотрите, можно ли знать, что это за радость? Вот честно, лажа руку на сердце, попробуйте мне сказать. Можно ли знать заранее, как сложатся отношения? Ну, совершенно очевидно, что нет. Совершенно очевидно, что мы заранее не волнуем. Но что вы делаете? Вы пытаетесь это сделать. Вы пытаетесь узнать заранее, как сложатся ваши отношения. Естественно, пытаетесь получить определённость. И, конечно же, определённость вы не получаете. Потому что это сделать невозможно. Невозможно получить определённость отношения. Дальше. Если вы любите друг друга, то определённость не нужна. Как не нужна и построение чего-либо вам. Достаточно будет того, что вы любите друг друга и хотите сделать друг друга счастливым. Этого будет достаточно. Конечно, при условии, если вы друг друга именно любите. Если любви нет, или если в ней у любви есть определённого рода сомнения. То я полагаю, что в таком случае, да, семья, конечно, является какой-то целью, которая может вас направлять. Вот. Но, которая ни в коем случае не делает вас людьми более, ну, более близкими. Что-то. Что-то. Идут друг другу. Если вы понимаете, о чём идёт речь. И если вы понимаете о том, что я пытаюсь вам сказать. Сказать. Вот. Дальше. Вы пишите, значит, что мы оба стараемся и оба начали меняться. Но я постоянно боюсь, чтобы почувствовать боль. И всё это всё зря. И всё это пытаемся зря. Я могу с полной уверенностью сказать вам о том, что вы не меняетесь. Если по-преднему боитесь почувствовать боль. Потому что. Боль. Это и есть. Результат. Изменений. Если. Боли. Вы не ощущаете. То изменений. Простите. Не происходит. Дальше. Ещё не могу отпустить просто обиды и боль. Потому что не можете принять опыт. Из-за этого у вас сохраняется боль. Потому что вы не принимаете опыт. А обиды это ожидания. Ожидания продиктованные вашими желаниями. Ответственность. За которые вы не готовы на себя брать. На данный. Момент. Что конечно же является. Проблемой. Ну. Для вас. Простите. То есть с этим нужно работать. Дальше. Так. Часто. Начинают с ними на площади все ссоры. И делают им хуже обоим. Ну. Здесь. Есть. Конечно. Такое ощущение. Что вы. Как-то. Боитесь. Близости. Есть. Такое ощущение. Что вы. Как-то. Как-то. Боитесь. Сближения. Вот. И. Когда. Все. Более-менее. Хорошо. Вы. Вспоминаете. Негатив. И. Собственно. Делаете. Условно говоря. Шаг назад. Вот. Шаг назад. Делается вами. Не просто так. А. Именно. Вот. По той причине. Что вы. Боитесь. Эм. Сближения. Вы. Боитесь. Эм. Близости. Боитесь. Боитесь. Действительно. Боитесь. Более. Вот. Потому что. Вы. Закрыты. Для опыта. Вот. Это. Непри. Неприятно. Но. Тем не менее. Тем не менее. Дальше. Эм. Хочу получить. Эм. Советы. От вас. Как перестать думать о прошлых ошибках. Парня. И дать ему и нам настоящий шанс на будущее. Ну. Во-первых. Эм. Эм. Психологи советы не дают. Эм. 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 Можно. Помощь вам. Эм. Разобраться. С вашими. Эм. Переживаниями. Можно. Помощь вам. Эм. Разобраться. С вашими обидами. Вот. Но. Давать советы психолог не может. Это было бы неэтично и непрофессионально, поэтому тут я должен, по-видимому, вас расстроить. С другой стороны, если вы думаете, ну, периодически об ошибках парня, то с одной стороны, мы здесь имеем, наверное, навязчивость, то есть мы имеем, вот, механизмы навязчивости, навязчивые мысли. С другой стороны, мы имеем, все-таки, определенные ожидания от человека. Ответственность за которую вы на себя, по-видимому, не хотите брать. Вот. И все продать. Ну и, понятно, что вы боитесь. Вот. Достаточно серьезно боитесь, вот, ну, боитесь боли, боитесь негатива, боитесь, вот, всякого такого. И вас, ну, в принципе, в принципе, можно понять. Здесь, ну, правда, это не решает, конечно, проблему. Да, это не решает, трудности. Советы, советы здесь не помогут. Нужно, именно, работу. Так. Как добиться, чтобы этот шанс не был набрасным? Никак. То, опять же, здесь имеет место быть ваша склонность к тому, чтобы все контролировать. Вот. Хорошего и ветра получится что-либо вряд. Честно вам скажу, потому что предопределенность в отношениях, как бы это, может быть, высокоперно не звучало, но предопределенность в отношениях способна уничтожить саму человечность в отношениях. Ибо человек, он, в графике, в том, чтобы реагировать на некоторые обстоятельства. Именно реагировать. А не пытаться предопределить предугадацию и прочее, 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 прочее. Вот. Это, я надеюсь, вам понятно. Надеюсь, вы нацелены на собственную защиту. Вот. Но делать это немножечко не так, немножечко в деструктивном ключе. Вот. Из-за этого, собственно, тревога у вас есть. Вообще, тревога – это одно из, наверное, самых постоянных чувств, которые вы испытываете. Вот. И глобально именно с тревожностью нужно работать. Ну, то есть, определять причины тревог и прочее, прочее. Вот. А мы сейчас за тревожностью вы не видите, не видите, вероятно, того, что происходит, ну, в вашей жизни. То есть, очень, как бы, объединяете свою жизнь. Вот. Ну, это не обвинение. Вам, безусловно. Вот. Это, в данном случае, констатация факта. Вот. Следующий. Момент. Дальше. Я еще почему-то все отношения со всеми думаю, вдруг против, вдруг изменить, вдруг, а вдруг сейчас есть ошибки. Парни, вечно вспоминаем все. А, нет. Ошибки. Ошибки. Парни, здесь ни при чем. Совершенно. Это болезненно, болезненно именно для вас. Вот. То есть, ну, вам это все болезненно. И, поэтому, вы вспоминаете это. Парни, здесь ни при чем. И, вообще, что такое, что есть ошибка. Ну, человек. Да. Вот, что такое ошибка человека. Вся жизнь человека, это ошибка. И, думать, считать, полагать, что человек может прожить, не сделав ошибки. Но, это, чересчур, опор бы дал, от реальности. История. Поэтому, я полагаю, что, опять же, здесь все дело в том, что вы не чувствуете себя защищенным. Вот. Поэтому, здесь я бы рекомендовал обратить внимание на себя, на свою личную ответственность за происходящее именно с вами. Вот. Исключить мужчину из списка того, что на вас влияет, так вы сможете стать более, ну, более независимыми от человека. Вот. Так вы станете более свободной. Однажды, скорее всего, и более, более привлекательной для него, более ценной для него, более ценным партнером. Вы для него таким образом сможете стать. Вот. Я понимаю, что вы ему не доверяете сейчас. И, возможно, это правильно и хорошо. Вот. Что вы не доверяете. Но это опыт всего лишь, это опыт, который демонстрирует то, что не доверяете вы себе. Вот. Скорее всего. Не в мужчине, да? А именно в себя. Ну и, соответственно, работать на ней именно в себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. И, конечно, я надеюсь, что вам понравится. Увидимся. Увидимся.